Игра в кальмара в Source Engine Или зелёный свет костылям Доброе время суток, друзья! Я вот на волне хайпа тоже решил поумничать и воссоздать механику из первого задания в сериале. Напомню, толпе участников нужно было пройти дистанцию за 5 минут, однако каждые несколько секунд они должны были полностью замирать. Тех, кто не успел дойти до финиша или не замер, когда это требуется. Дисквалифицировали. Как же это реализовать? Если вы профессиональный кодер, вам потребуется пару строк в луа или вискрипт файле. Но это видео мы делали не для кодеров и тем более не для профессионалов. А значит, наш путь будет проложен из массы костылей в Valvehammer. Внимание! Показанное в видео может работать как в CSGO, так и в более старых версиях движка Source Engine. На месте точки спавна игрока размещаем Trigger Once. С его помощью нужно будет дать имя игроку. Теперь о том, как заметить передвижение клиента. Здесь поможет сущность Point Velocity Sensor. Достаточно будет вписать имя нужного игрока. Хелпером можно выбрать оси, которые будут отслеживаться. К сожалению, данная энтити не будет отслеживать приседания. В Outputs напишем, при изменении скорости убить игрока. Хотелось бы сказать, что на этом все, но, увы, нет. В старых версиях движка, а именно в Garry's Mod, эта энтити не будет замечать перемещение игрока. Здесь можно использовать InfoTarget, который будет прикреплен к клиенту через Trigger Once. Продолжим наше извращение. Сам сенсор нужно выключить до нужного момента. Вы можете подумать, почему мы не используем сущность GameUI. А я отвечу, потому что если клиент зажимает клавишу вперед до того, как включится GameUI, то движение не будет замечено, и игрок может таким образом обмануть систему и дойти к финишу без проблем. Но все же GameUI может быть полезна нам. Например, для отслеживания нажатий кнопок мыши. Для дополнительной страховки можно также дописать иные нажатия на клавиатуре. Важное уточнение. В качестве цели вы можете вписать либо имя игрока, либо просто активатор. Это удобно, когда на карте будет множество игроков и GameUI, чтобы не переименовывать цель каждый раз при копировании сущности. Триггеры и индикаторы. Я человек ленивый, поэтому для индикации безопасного и опасного периодов мы будем использовать две лампочки. Красную и зеленую. Зеленая должна быть выключенной в начале игры. У обеих лампочек должна быть общая приставка в начале имени, дабы потом манипулировать ими, используя всего одну команду на двоих. Выше требуется разместить Ambient Generic для звукового оповещения, когда можно двигаться. В нашем случае мы также использовали флажок «Играть всюду». Идем дальше. Нам потребуется таймер. Разумеется, эта сущность – Logic Timer. Он должен быть выключен в начале игры, а его интервал срабатывания поставим каждые пять секунд. Временно забываем о таймере и переходим к первому из триггеров. Trigger Once будет служить отправной точкой, где стоит указать в аутпут следующее. При пересечении триггера смените активное состояние лампочек. Обратите внимание, сначала указывается общая приставка в именах, а после ставится звездочка для игнорирования различий и кончания имен. Далее триггер должен будет выключить таймер и запустить проигрывание аудиофайла, который, к вашему сведению, длится первые пять секунд до срабатывания команд, которые будут указаны в Logic Timer. Скоро мы к нему перейдем, а пока нужно закончить с триггерами, отправляемся к финишу. Использовать мы будем Trigger Multiple, так как нам нужен многоразовый триггер. В его аутпутс нужна всего лишь одна команда. Смена имени для активатора. Каждый выживший получит имя Freeman, и его движения больше не будут отслеживаться. Мы почти закончили, осталась морока с таймером. Аутпутс. Сменить активное состояние лампочек. Включить сенсор для первого игрока. Активировать гейм Юи. Всё это дело будет происходить каждые пять секунд. А вот теперь начинается мозголомка. Объясняю. Каждые пять секунд должна будет загораться красная лампочка и включаться сенсоры. Но через две с половиной секунды после этого должен вновь загораться зелёный свет, а сенсоры отключаться. Кто-то мог бы использовать два разных таймера. Но я в душе еврей. Поэтому решил просто реализовать зацикленный на себе таймер, который каждый пять секунд будет отсчитывать ещё две с половиной секунды и перезапускать самого себя. Тем самым создав цикл из семи с половиной секунд. Надеюсь, все всё поняли. В принципе, простейшая система сенсоров готова. Если не обращать внимания на то, что мы не отслеживаем приседания и вращения курсором мыши. Я прекрасно понимаю, что вся эта конструкция не идеальна. Допускаю, что всё можно упростить. Но сделано, что сделано. Если вы готовы учиться новому, то настоятельно рекомендуем взяться за изучение Луа и Вискрипт с языков для Source Engine. Ибо вот что один из наших подписчиков сделал за 15 минут без всего этого хлама. Замечу, там отслеживается абсолютно любое перемещение, вплоть до движения мыши. А теперь вернёмся к нашей системе. Вы же понимаете, что эта гора костылей создана всего для одного игрока. А если игроков много, то для каждого из них на точке спавна должен быть свой триггер и свои два сенсора. А в Outputs таймера будет много, очень много новых записей. Такова цена использования подручных средств вместо полноценного программирования. На этом наш ролик подходит к концу. И если он доберёт несчастную тысячу просмотров за неделю, мы запишем вторую часть. Где добавим отслеживание вращения камеры игрока, пушку, убивающую строго тех, кто пошевелился, и покажем, как просто реализовать испытания со стеклянными плитами из сериала «Игра в кальмара». А пока вы можете поставить лайк, подписаться на наш Бусти, если хотите поддержать проект чеканной монетой. И удачи, тамодачи!